Экономика, спорт, культура. Этап военного ралли с 3 по 9 июня. Шесть команд из Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов Северного флота и воздушно-десантных войск боролись за право представлять Вооруженные силы России. В итоге победила команда Центрального военного округа в международном этапе ралли, стартовавшем в Туве. 29 июля участвовали четыре страны. Это Арабская республика, Египет, Китайская народная республика, Российская федерация и Республика Узбекистан. В каждой команде по 15 военнослужащих. В Кызыле 9 сентября в единый день голосования ставились выборы депутатов Хурала представителей Кызыла 5-го созыва. В них приняло участие чуть более 51% избирателей. Выборы в Хурал проводились по смешной системе. С 26 депутатских мандатов в 13 избирались по одном мандатным округам, другие 13 по партийным спискам. Партия «Единая Россия» тогда получила наибольшую поддержку, а именно 78% голосов. Коммунальному мосту Кызыла исполнилось 55 лет. Мост через Енисей был крупнейшей стройкой в столице Тувы в 60-х годах прошлого века. Он был введен в эксплуатацию в 1963 году. Его плана и проходимость составляла 8 тысяч автомобилей в день. За эти годы пропускная способность моста перестала справляться с пассажиропотоком растущего правбережного микрорайона Кызыла. Общая стоимость реконструкции моста через реку Енисей составляет около 1 миллиарда рублей. 60 миллионов выделены из республиканского бюджета, остальные с федерального. Длина мостового сооружения – 401 метр. Длина пролетного строения – 378 метров. Работы везет ООО «Восток». С 14 декабря 2018 года авиакомпании «Ир-Аэро» открылся прямой авиарейс по маршруту Москва-Козыл-Москва на воздушном судне «Суперджет-100». Время пути составляет 4 часа и 40 минут. Цена билета – 12 тысяч. В рамках постановления правительства Российской Федерации отдельной категории граждан смогут покупать субсидированные билеты на прямой авиарейс до Москвы всего за 6 тысяч 100 рублей. Рейс выполняется авиакомпанией «Ир-Аэро». Он ежемесячно будет субсидироваться бюджетом республики в сумме 208 тысяч рублей. Огонь 29-го всемирно-зимние универсиады пронесли по центральным улицам Тувинской столицы. Более 7 тысяч человек пришли на мероприятие в качестве зрителей. Протяженность этапа эстафеты составила почти 4 километра. В нем приняли участие 17 факелоносцев. Они стартовали от Национального музея, где хранится коллекция золота скифов. Пробежали мимо известных достопримечательностей города памятника красным партизанам, обелиска центра Азии и буддийского храма Сиченлы. Верховный Курал Тувы единогласно поддержал законы об упразднении Конституционного суда. Так, инициатива Шалбана Карола о ликвидации Конституционного суда региона была поддержана. Вопрос был рассмотрен на заседании одним из первых и назван депутатами важнейшим в их рабочей повестке. Ранее глава Тувы Шалбан Карол на своей странице в соцсети сообщил, что намерен ликвидировать Конституционный суд. Главный аргумент – ждевенчество и неэффективность.